И тадам! Посмотрите, такой красивый угол у нас получился. Такие обои. Вам показываю первым. Еще не было. Никому не показывала свои обои. С этим постельным бельем смотрится просто великолепно. Просто шикарно. Подходит даже, мне кажется. И реальность следующая. Все поставили. Еще ничего не разбирала. Время у нас 2 часа ночи. Говорю тихо, потому что Димочка спит. Коробок не хватило. Мама должна завтра принести с утра. Будут все это складывать в коробке. Тут на подоконнике. Здесь тоже. Стол. Блин, знаете, так классно, что стол большой. Все поместилось. Но немножечко нужно на столе убраться. Под столом тоже все залезло. Штатив. Тут еще немножко навалено. Тут надо еще все убираться. Но посередине есть место. То есть, вот место есть. Прям вообще классно. Кровать хорошо встала. Тут маленький уголок. Я ничего не буду ставить. Никакую тумбу. Не хочу ничего. Лишняя пыль, грязь. А там будет, скорее всего, стеночка и телевизор. Телевизор сейчас вон там спрятался. Тут приставка, интернет. Проверила, работает, слава богу. Вот тут пакеты. Пойдемте дальше там. Холодильник у нас заехал сюда. Все открывается. Холодильник даже разморозила. Все равно машинка, духовка. И знаете, самая огромная ошибка. Вот это кресло я хотела просто назад. Ну, как бы отсюда, из комнаты вот она выехала, да? Просто на кухню хотела. А потом из кухни обратно вернулась. И, короче, я забыла. И теперь это кресло не влазит. Вот тут не пролазит. Вот эта вот ручка мешает. Я его и так, и сяк пробовал. И поднимала. И бесполезно. Короче, не знаю. Это только, наверное, через верх можно. В понедельник придет мастер. Ну, посмотрим. Может быть, он его как-то развинтит. И туда отправит. Ну, вроде как, ремонт не должен затянуться. Больше недели. Здесь вот так все выглядит на кухне. Палзы скрипят. О-о-о! Уже эхо появляется. Ну, я все почти уже освободила. Осталось вот внизу. Но я хочу сейчас все полностью это вынести. Потому что завтра в 12 часов дня приходит разборщик кухни. И я не хочу завтра чем-то заниматься. Я хочу завтра отдыхать. Поэтому, вот. И, конечно же, вот он ремонт моего свекра. Он должен был зашпаклевать стены. Он сказал, что он зашпаклевал. Все супер. Ну, вот. Вот оно. Оно отваливается. Все это. Какой-то краской белой просто покрасил. И вот тут как раз вот было видно вот эта вот полоса. Когда к холодильнику подходишь. Это было очень некрасиво. Тут обои было. Дима уже содрал. А вот тут было просто белое. Вот тут, кстати, гораздо красивее смотрится, чем здесь. Какая-то дырка. Не знаю. Даже не буду мне лазить. Странная. Вот. Самое, знаете, меня удивило, что вот тут вот как раз вот дырка есть. И вот здесь вот тоже идет дырка. Она почти спалится. А тут плесень. А тут плесень. Плесень, что ли? Блин, откуда? Откуда она здесь может взяться? Блин, это плесень реально. Офигеть. Куда она взялась? Куда она взялась? Тут плесень эта. Вот стоял холодильник. Ничего не текло. Вот так вот ремонт. Дешевый ремонт. Выглядит вот так. Не зря мы все это затеяли. Вон там, кстати, паук живет. Вот. Все. Тут уже, видите, обои все отрываются. Хотя эти обои висят два года. Два года всего этим обоям. Смотрите, они уже отрываются. Стены не зашпаклеванные. Вот они вот такие вот стены. То есть он ничего с ними делать не стал. И потом уже как выяснилось, сейчас вот этот белый это все мастер уже зашпаклевал. А там выяснилось, что даже он их не шкурил. То есть они не ровные такие были. Хотя говорил, что пошкурил. Типа там все супер. Вот. Ну и тут у нас еще была плесень. Потому что внутри стены труба. Она потекла. Ну вроде как не проявилось ничего. Мастер сказал, что если проявится, значит она осталась. Ну вроде ее нет. Я не знаю. Тут внизу посмотрим. Там плесень. Я вообще не знала, что там есть плесень. Вот. Мы, кстати, плесень мазали этой. Как ее? Забыла. Так, пойдемте на кухню. Ой, не на кухню. Ванну сейчас посмотрим. А то я потом забуду вам все равно сказать. Чтобы вам не сдать. И пол еще не мыло. Видите, как будто стадо слонов пробежало. Белизна. Белизна. Мастер купил. Мне было лень держать. Целый литр. Попросила его купить. Стадо баранов как будто пробежало. Сейчас я буду полынуть. Ванная тоже желтая, видите, грязная. Раковину я помыла. Помыла раковину. И буквально уже вечером у нас грязная раковина. Мастер несколько раз помыл руки. И раковина снова грязная стала. Вот. Ванная, не знаю, завтра. Завтра, послезавтра, может быть, я ее буду мыть. Может быть, нет. Мне таз сегодня помыла. Вот тут, кстати, Дима плитку протирал. Она прям льстит, смотрите. Дима протер. Короче, сейчас все это выглядит у нас вот так вот. Ремонт продолжается. А, тут я на стене еще пописала. Очень, кстати, удобно писать на таких стенах. Нашла самый такой кусочек прям хороший. Ну, мастер потом все это зашкурит и все. Чтобы просто, правда, не забыть. Ну, то, что нужно перенести, да. А самое главное, самое нужное. Как я буду без этого кресла сидеть за компьютером? Я не представляю. Просто сидя на стуле. Это так неудобно. Не знаю, надеюсь, мастер что-нибудь придумает и перетащит мне его. Я пыталась и низом, то есть вот они заканчиваются, ручки, и низом все равно не получается. Вот она задевает, это верхушка и все. Чтобы только ниже как-нибудь опустить совсем. Не знаю. Ну, пыталась я его и на себя брала. Думала, сверху пронесу. Чуть не застряла. Тяжелая, не могу. Тяжелая, реально. Фиг знает. Так, а та комната. Та комната освободилась. Еще вот эту балку надо убрать. И там еще вот с этой стороны хлама много. Не знаю, вам будет видно, не будет. Цвета здесь нету. Короче, поковыряться. Завтра он будет затаскивать сюда весь кухонный гарнитур. Я у него попрошу, чтобы он оставил узенькую дорожку. Мне вот так хотя бы до цветов добраться. И до белья, если я постираю. А хотя стирать же не буду. Хотя нет, я же не буду стирать. Ну, до цветов хотя бы добраться. Их надо еще набрать воду, кстати, полить. Тогда. Да, тогда, может быть, это мне не придется пробираться. Хотя все равно придется, там куртки. Куртки вешать некуда. Короче, так вот. Такой у нас денек сегодня. Ручки говорят, зачем вы нас вызвали. Вы его попросили лучше своего мужа. Он бы вам все вынес. Вроде деньги тратите только. Я думаю, да. А что-то мне, думаю, так мужу стало жалко. Холодильник, духовка. Там холодильник тяжеленный. Но они вдвоем же. Это духовка на килограмм 30. Есть, кстати, духовка. Сейчас я ее уже помыла. Надо было до того, как помыла. Вот отсюда текло. Жир вот этот. Он хорошо отмылся. Его здесь было. Не знаю почему, откуда. Напишите в комментариях, как вы думаете. Завтра еще будет разбирать. Я покажу, если что. Что, как там. Тут чистенько. Все чистенько уже. Все. Все перенесла почти. Вот этот обувь мне прям не нравится. Ой, не знаю. Так устала. Устала. Не могу, не могу. Думала и плиту тоже помою. Но нет, не могу. Может быть, может быть, завтра утром. Но там в 12 часов он придет. Не факт. Может даже и раньше придет. То есть, блин, не знаю. Ноги уже просто отваливаются. Еще поломать. Спасибо. Спасибо. Спасибо.